В Ненинском округе дан старт теннисному турниру на призы компании «Лукоэл Коми». Соревнования пройдут на новом корте Дворца Спорта Норд. Спортивный объект был построен в рамках соглашения о сотрудничестве администрации округа и компании «Лукоэл». Недропользователь выделил на строительство свыше 27 миллионов рублей. Сооружение возведено в короткие сроки и представляет собой каркасно-тентовую конструкцию, внутри которой размещены два поля для игры с профессиональным спортивным хардовым покрытием. На новом объекте побывала наша съемочная группа. Это разминка перед предстоящими соревнованиями. Совсем скоро для профессионалов и любителей большого тенниса начнутся ответственные испытания. В столице региона официально открыли теннисный турнир на призы компании «Лукоэл Коми». Позвольте мне от лица президента компании «Лукоэл» Вагитусовича Олег Первого от себя лично поздравить вас всех с открытием этого турнира, который пройдет впервые в Норинмаре на корте, который, как уже сказал Сан Витальевич, соответствует всем высоким требованиям и нормам. И хотелось бы отметить, что решение, принятое когда-то по строительству этого корта совместно с администрацией и компанией «Лукоэл» было совершенно верным. Соревнования будут проходить на новом спортивном объекте, единственном на территории округа теннисном корте. Его возможности высоко оценил глава региона Александр Цибульский. Я много лет увлекаюсь теннисом, начал заниматься еще с шести лет, играл в ЦСКА. И вот я со всей ответственностью заявляю, что тот корт, который нам построили, он отвечает всем самым высоким международным стандартам. Это настоящее покрытие, называется «Хард». На нем играется «Юэс Оупен», на нем играется Кубок Кремля. И это действительно то место, где можно получить самые качественные спортивные знания и тренировки. Я очень рад, что сегодня мы открываем турнир. У нас, оказывается, есть даже именитые теннисисты в округе. Мы очень надеемся о том, что они не только будут представлять и прославлять наш регион, но и потом будут тренировать наших детей. Появление теннисного корта стало поистине долгожданным для спортсменов Ненецкого округа, которые в силу обстоятельств вынуждены тренироваться в неприспособленных для тенниса залах. Мы до этого играли в небольших залах, которые не подходили по требованиям, по требованиям безопасности, правилам игры. Понимаете, здесь высоко, светло, есть забеги, то есть место, где можно играть, классное покрытие. То есть я думаю, что вот эта вся среда, она сформирует, так сказать, теннисную культуру. Если придет больше народ заниматься, и взрослых, и детей, я думаю, что он не должен простаивать. Не должен простаивать и не будет, в этом убежден директор Дворца спорта НОРД Игорь Соколов. Сейчас в учреждении решается вопрос по формированию групп. Одна учебная группа – это как минимум 12 человек. Для того, чтобы открыть отделение по виду спорта, нужно 6 групп. Ну, 6 групп, ну так, 70-100 человек. Это, причем, это дети там одного возраста. Теннисная специализация ранее, 4-х лет, 5-ти лет, ну мы, наверное, будем с 5-ти лет. Нужно набрать группу одного возраста. После этого нам, я думаю, что к концу, мы поймем, когда это потребность, предварительный набор. Потом будет внесено изменение в госзагнаде. Штатно мы начнем работать с детьми с нового учебного года в любом случае. В рамках турнира в конце февраля-марте на корт смогут выйти все любители большого тенниса. Сетка состязаний сформируется окончательно в течение недели, в зависимости от количества участников. После завершения турнира теннисный корт будет открыт для жителей по абонементу. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».